Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме, на каком же свидании можно вступать в половой контакт, и возможен ли секс на первом свидании. Часто вы пишете мне вопросы, когда же нужно приходить на свидание, да, и тем более на нём заниматься сексом. Вопросов действительно много, поэтому, друзья мои, давайте сегодня мы с этим разберёмся. Также очень интересно знать ваше мнение, очень интересно. Нужен ли секс? Возможен ли на первом свидании? Пожалуйста, друзья мои, напишите и мужчины, и женщины, возможен ли секс на первом свидании. Мы с вами сегодня разберёмся. Если вы ещё не подписаны на мой канал, я вас не заставляю, но приглашаю на него подписаться, так как здесь вы увидите очень много интересных и горячих тем. Чтобы их не пропустить, подписывайтесь, и мы с вами обязательно встретимся, и эти темы обсудим с вами. Так вот, вообще, в целом секс на первом свидании. Меня всегда так интересует этот вопрос, когда многие женщины спрашивают. То есть, часто этот вопрос волнует именно женщин. Очень женщинам, им всегда интересно, когда же, когда же должен быть секс. На втором, на третьем, на двадцатом свидании. То есть, вот когда должен быть тот звоночек, что да, можно заниматься сексом. Или это должно быть какой-то счёт свиданий, да. Поэтому вот тема действительно интересная, особенно, когда вы меня спрашиваете, да, когда же это вот возможно. Я вам на этот вопрос чётко ответить не могу, к сожалению, как бы я не хотела вам помочь. Потому что, во-первых, зависит от того, какие у вас чувства с конкретным партнёром, с мужчиной или женщиной, что вы испытываете. То есть, мужчины изначально в женщине видят именно сексуальный объект. Как бы, дорогие женщины, не было обидно, действительно, мужчины видят в женщине только сексуальный объект. Когда они видят женщину, они понимают, хотели бы они заняться с ней сексом или не хотели бы. То есть, у них главный вот этот критерий. Почему вот сейчас, да, весь пазл у нас складывается? Почему женщины качают упор на попу, накачивают грудь, да, делают такую большую, красивую. Соответственно, занимаются внешностью для того, чтобы мужчина вот увидел, сказал, вот я хочу с ней, да. А вот дальше уже, когда вы начинаете общаться, то вот здесь вы для мужчины раскрывается женщина как личность. То есть, именно не на первых свиданиях, а именно уже в процессе, да, свиданий. То есть, вот тогда мужчина чётко может понимать, что да, это женщина-личность. И вот здесь мужчина может чётко ответить на вопрос. Я хочу связать свою жизнь конкретно с этой женщиной, конкретно с тобой. Да, потому что ты мне нравишься как женщина. Я вижу в тебе свою жену, я вижу в тебе мать своих детей, да. То вот женщинам здесь гораздо сложнее, да. То есть, мало того, что они должны понравиться мужчине, то и, соответственно, здесь должно быть доверие. То есть, вот насколько мужчина доверяет конкретной женщине. Этот вопрос тоже такой очень важный, да. Вот этот вот, вот именно само доверие. Насколько, соответственно, женщина, да, доверяет мужчине. То есть, видит ли она в нём то опору, то доверие, то мужское плечо, то, что она может на него положиться, да. То есть, она может какие-то проблемы передать мужчине, вообще в целом полагаться на него, как дальше на своего партнёра, на своего спутника. То есть, если вы действительно это почувствовали, то вот вам тот сигнал, что да, значит, можно с мужчиной заняться любовью, да, и половыми контактами. Если же нет, значит, соответственно, нет. Следующий момент, это всё-таки вот то чувство, которое испытывают женщины. Обычно у женщины, они же очень... Женщины вообще человеки, да, люди, которые очень зависят от гормонов, да. То есть, всё, что выработался гормон, и женщина уже счастливая, да, женщина уже под властью своих эмоций, под властью своих гормонов. И вот здесь, соответственно, вырабатывается гормон женщины. Всё, вот у неё. Я хочу, хочу именно этого мужчину. Ну вот в такие порывы я, конечно, крайне прошу вас несколько раз подумать, потому что мы все гормональные, да, и сегодня мы хотим этого мужчину, через три дня мы захотим другого мужчину. Это не повод всё-таки со всеми ними вступать в половые контакты, а потом писать, вот у нас был половой контакт, но он ещё не готов строить со мной отношения, что же делать, могу ли я вернуть те чувства, те эмоции, которые были раньше. Поэтому, друзья мои, здесь я крайне рекомендую несколько раз подумать и просчитать. Во-первых, ваши отношения, насколько вы готовы, насколько вы доверяете мужчине, насколько вы хотите с ним каких-то серьёзных отношений, да, потому что, когда мы говорим, вот на каком же всё-таки свидании должен быть секс, то мы говорим про серьёзные отношения. Если вы не хотите никаких серьёзных отношений, просто под властью гормонов, да, там, мимолетно влюбляетесь в какого-то мужчину, то это уже совершенно другая история. Поэтому, друзья мои, что вы думаете, возможно ли секс на первом свидании, обязательно мне напишите. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки. Также всех вас я приглашаю в свою онлайн-школу «Как улучшить вашу сексуальную жизнь», как поднять её совершенно на другой уровень и испытать те чувства и эмоции, которые раньше вы никогда не испытывали или испытывали очень давно и уже забыли. Поэтому обязательно регистрируйтесь, ссылочка под описанием к этому видео. Также, если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всех целую, обнимаю и до новых встреч. Пока-пока!